Если вы спросите любого взрослого человека, рассказать о его учебе в ВУЗе, первое, что он вспомнит, будет студенческая весна. Она неотъемлемый атрибут жизни молодых. Пара студвесен начинается в столице Чуваши. Сегодня в ДКЧГУ стартовала школа студвесны. Юлия Важенина подробнее. Хип-хоп, рок-н-ролл и даже сальса. Танцы на студвесне, пожалуй, самый популярный жанр. Индивидуальные, массовые, лиричные, зажигательные. Большее количество команд в своих концертах делают акцент именно на танцах. Их начинают ставить раньше всех остальных номеров и репетируют вплоть до выхода на сцену. Поэтому и школа студвесны началась именно с танцевального мастер-класса. А провел его именитый хореограф, участник телевизионных танцевальных проектов Александр Коган. Хип-хоп – это очень широкое направление в хореографии, потому что туда можно отнести и хаос, и дэнс-холл, и паппинг. В общем, это такая смесь, смесь всех стилей. Сразу скажу, будет сложно, будет сложно. Не люблю легкости, но я думаю, что для них это тоже послужит огромным плюсом. Я приверженец того, что, допустим, я показываю какую-то хореографию, да, какие-то восьмерки, и ребята для себя изымают эти восьмерочки к себе в номер, собственно. Почему бы нет? Всегда за. Всегда за. Если использовать мой какой-то материал, это здорово. Около двухсот танцоров со всей республики за час выучили несколько восьмерок и даже посоревновались друг с другом. Все очень прекрасно, прям очень хороший хореограф, и мне очень нравится, что мы танцуем именно под звучки, то есть прям такое пум-пум, вообще очень-очень все классно. Все невероятные, мы сами в шоке, как танцует этот человек, мы удивительно, движение классное, у нас так не получается, движение очень резкое, поэтому это очень трудно повторить. Хореография – только одно из направлений школы студвесны. Уже завтра к мастер-классам по танцам добавятся уроки вокала и театрального мастерства. Научат студентов и организовывают творческие мероприятия, но и это еще не все. Мы будем рассуждать о семи ключах успеха любого общественного объединения, и мы им расскажем некие тайны, фишки и секреты, благодаря которым они смогут успешно развивать у себя объединение. Помимо всего этого, мы будем говорить о прикладных вещах, каким образом реализовывать проекты в своем регионе, каким образом налаживать партнерскую сетку в своем регионе и так далее. Задача школы студвесны – не просто подготовить студентов к ежегодному главному событию в их культурной жизни. Она намного шире. В планах создать штаб Российского союза молодежи в столице Чувашии. Был здесь примерно месяц назад, как раз день студента, 25 января. И тогда же мы достигли договоренности о том, что Российский союз молодежи в Чувашии должен быть, а для того, чтобы его создать, мы, собственно, и приехали. Сегодня будем общаться с вашими активистами, рассказывать подробности о том, что такое организация, как она должна работать и искать тех самых лидеров, которые поведут РСМ Чувашии вперед. Двухдневная образовательная программа в неформальной обстановке полезна каждому студенту. Посмотреть, чему они научились, зрители национального телевидения Чувашии смогут в нашем эфире. Как информационные партнеры студенческой весны 2018, мы расскажем о самых ярких и интересных моментах студвесны. Так что следите за нашими новостями. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.